идея того что все что в этом мире существует по какому-то определенному и чаще всего коварному плану она стара как мир более того вот эти вот представления о том что мир это результат ну поначалу например замысла рыцарей тамплиеров бестселлер который где-то несколько лет назад в начале нулевых захватил весь мир имеется ввиду код да винчи когда нам говорили о том что существует тайное общество под названием приореда сион куда входили все выдающиеся личности разных эпох и в частности леонардо да винчи кто листал этот бестселлер тот представляет себе о чем идет речь правда за до задолго лет за двадцать до две тысячи там третьего четвертого или какого там года появление этого бестселлера в англии и в америке был другой бестселлер издание 1800 1900 простите 82 года назывался этот эта книга это не был художественный текст это было исследование журналистское исследование антропологическое исследование историческое исследование написано языком научно-популярной литературы это нон-фикшн это никакого отношения к художественному тексту не имеет называлась эта книга четыре автора там под ней подписались называлась эта книга святая кровь святой грааль и там тоже высказывалась идея что весь мир является во всяком случае мир который существует начиная там с эпохи средневековья с эпохи первого крестового похода 1095 год когда и совершился этот крестовый поход чуть позже ли кажется в этот же крестовый поход был создан орден тамплиеров потом немного об этом два слова скажем и вот с этого момента возникает так называемый тайный орден приоредесион где-то сказать в этот орден входят короли сначала древней династии моровингов и так далее и так далее и так далее и эти люди создали потом целый сериал на bbc этот сериал получил какую-то колоссальную популярность потом они это журналисты они под влиянием этого сериала написали книгу святая кровь святой грая она переведена на русский язык ее можно и в интернете найти и я думаю по интернету в фактических магазинах найти и эта книга потом судилась с книгой дэна брауна код да винчи потому что в общем то основные положения кода да винчи были в общем то в буквальном смысле списаны из книги святая кровь святой грааль все положения все что касается приоредесион все что в этой книжке дэна брауна кажется таким интригующим исторически достоверным все взято вот из этого нонфикшен из этого научно-популярного издания под названием святая кровь святой грая можно по названию книги я не помню всех четырех авторов там я знаю один из них лей другой там не знаю то ли бенджамин третий еще как-то ну четыре имени запомнить труднее чем одно вот но название книги оно известно авторы эти четыре журналиста очень талантливых журналистов они не остановились на этом и издали вторую книгу которая продолжала эту же идею мирового заговора она уже называлась наследие мессии наследие мессии об этих книжках я сегодня расскажу я вообще как бы ориентируясь на книжки они на слухи и вот эти две книжки потом по прошествии двадцати лет были забыты что естественно редкие книги помнятся дольше в основном классика а всякого рода бестселлер умирает еще раньше вот и дэн браун взяв за основу это американский журналист за за основу святая кровь святой грая придал туда сюжет довольно крутой сюжет все представляете себе потом прекрасно голливуд это исполнил и так сказать сделал действительно такой бестселлер который не захочешь читать все равно прочитаешь по этому принципу это из тех бестселлеров которые сами в голову лезут и напрягаться не надо не у лисподи джойса вот и так сказать сразу получил широкую популярность этой популярностью придал ему судебный процесс с авторами книги святая кровь святой грааль они отстаивали что это плагиат он отставил что это не плагиат а заимствование что то сказать сюжет он придумал главного героя он придумал и сейчас дэн браун выпустил новый бестселлер тоже о мировом заговоре еще один у него бестселлер на тему мирового заговора это ангелы и демоны это о мировом заговоре масонов и по сути дело дэн браун эксплуатирует сейчас вот эту вот идею тамплиеры приореда сион раз один мировой замысел второй замысел масоны заговор масонов два они каким-то образом связаны между собой каким образом мы чуть чуть попозже поговорим но их дэн браун разделяет потому что книжки две денег больше и эксплуатировать это дело надо посерьезней да вот и третий сейчас он бестселлер на тему заговоров выпустил он сейчас издан в хаткавери он продается по всему миру он переведен на все европейские языки и судя по всему готовится вторая бомба что-то вроде кода да винчи я не знаю на русский язык она уже вышла на русском языке или нет я ее на русском не видел называется на инферно я не знаю как будут они переводить эту фразу на русский язык ее можно перевести как ад ее можно оставить без перевода и так и так понятно инферно или ад это одно и то же инфернальный значит адский инферно итальянское название ада о данте альгиери мы знаем существует божественная комедия божественная комедия распадается на три части первая часть а вторая часть чистилище третья часть рай и вот первая часть по-итальянски инферно и называется это ад и вот дэн браун книжка очень хорошо издана в твердом переплете поначалу почему в твердом переплете потому что сначала издают книгу в твердом переплете если она определенным тиражом покупается таков маркетинг издаческого дела на западе по всему миру и так далее потому что как вам сказать мягкий переплет надо заслужить потому что мягкий переплет это миллионные тиражи миллионные тиражи это писатель сразу становится миллионером как минимум он добавляет свою копилку как минимум миллион а может быть и несколько миллионов долларов если вы становитесь автором бестселлера и вас издает мягком переплете больше работать не надо если бестселлер пересдают еще несколько раз хватит и вашим детям и так далее если еще то и внуки будут таскать богаты и так далее достаточно одной книжки чтобы она стала бестселлером тому яркий пример зюзкин парфюмер например у него немного книг но самое продаваем это парфюмер и вот она сделала его богатым знаменитым и так далее так далее вот но это отступление в сторону вот сейчас она существует в твердом переплете на форзице там старый рисунок если не ошибаюсь этот рисунок сделал еще джованни бокача это схема ада который уходит конусу вниз на обложке там значит иллюстрация из гюстава даре хорон переплывающий на лодке с душами умерших через стихские болота в общем очень такая она книжка и завораживающий даже внешне и название а это самое сама обложка на ней если не ошибаюсь профиль данте да и вот он взял данте потому что с данте все не так просто как из леонардо да винчи как почти с каждым из великих данте если уже отходить от теории заговора просто по читать внимательно его божественную комедию то уже давным-давно известно всем специалистам в области божественной комедии что например третьим путеводителем самого данте по загробному миру мне три путеводителя почему три потому что это святая троица бог отец бог сен бог дух святой и число три у данте представляет из себя такой определенный цифровой код там 33 песни там строфа состоит из трех строк церк терцина уникальный больше никто этой терцины никогда не писал никаких стихов там бесконечная рифмовка который подтверждает как раз бесконечность божественной троицы там зашифрована теология в самой форме поэтического произведения да там все будет по три три против водника первый проводник это вергилий второй проводник или проводница это биатричи небольшая роль и третий проводник это вот мы здесь подходим к нашей теме старец святой бернар который является одним из основателей а некоторые поговаривают что и основателем рыцарей ордена рыцарей тамплиеров и именно этого свято и он как говорится был основоположником крестовых походов это под его авторитетом во многом начались крестовые походы по призыву константинопольского императора но это все история сейчас пока ее не касаемся и вот в последней третьей части божественной комедии данте где главным героем является старец святой бернар который проводит данте ни много ни мало как в вершину рая это так называемая райская роза тоже состоящая из девяти небес все будет кратно трем 3 9 33 и так далее почему кратно трем я уже объяснил потому что везде будет существовать концепция божественной троицы бог отец бог сын бог ду святой и там вот в этой третьей части старец святой бернар который будет вершиной всех проводников из всех трех он будет самый значительный он самый святой он будет представлен в этой части поэмы в символических цветах рыцарей ордена тамплиеров то есть во куда забрели и действительно специалисты в области данте подтвердят это сказав что да так оно и есть из этого дэн браун делает такой триллер по принципу мировых заговоров он разбирает но только не всю божественную комедию а только инферно то есть ад и он пытается показать в этом равнице какую я рекламу делаю этому бестселлеру но в принципе без рекламы уже завоевал зрителей я думаю что читатели я думаю скоро выйдет голливудский боевик я уверен что эту книжку если не перевели то уже переводят на русский язык я уверен что следующим тиражом она будет миллионным мягком переплете и недолго она будет вот в этом тяжелом хаткавре тяжелый хаткавр или вот твердый переплет это вот такой тамина это уже испытание на прочность читателя потому что ну такой кирпич мало кто купит и тем более не будет таскать его с собой а дома у современного человека времени книжки читать нет чай не время диккенса когда все собирались у стола и вслух читали огромные флянты да переворачивая так сказать с помощью карлика страницы и так далее но сейчас книжка сжимается превращается в электронный носитель вот сюда можно загнать половину так сказать ленинской библиотеки и листай себе и прочее прочее и когда человек получает хаткавр то он как бы испытывается на прочность если ты купил хаткавре то уж точно ты дождешься мягкого издания и уж точно если ты ее прочитаешь и сметешь этот ненужный кирпич ты уж точно сметешь маленькую и где-нибудь так сказать в самолете или в туалете раздерешь ее на бумагу и побросаешь где-то да вот затем она и делается книжки в мягком переплете западный человек американец читает на охоте на отдыхе и не пользуется закладкой он просто вырывает страницу которая читала читает дальше вот это как бы она делает палп фикшн она делается из второсортного материала палп палп переводе с английского означает вот это вот бумажная мякоть второго сорта отсюда можете представить себе что означает фильм тарантино с таким названием да и вот из этой вот мякоти второй старосортицы выпускаются миллионные тиражи всяких так сказать книжек я думаю он дойдет до этого градуса его издадут на плохой бумаге в мягком переплете с яркой обложкой он разойдется миллионными тиражами потому что данте божественная комедия это действительно один из текстов которые любили все люди рассуждающие о заговорах рассуждаю рассуждающие о тайной истории мира европы и так далее данте в этом смысле будоражил всех ну а что вы хотите когда вы идете и бродите по дантовскому аду вы не увидите там ни одного не наказанного папы римского ну как это будучи католиком данте альгиери учившийся в сарбоне в аббатстве клюни лично слушавший лекции святого фомы аквинска и под влиянием фомы аквинского додумавший всю свою божественную комедию с идеей так называемого перводвигателя которая пришла еще от аристотеля вот этот вот человек за эти какие он подвиги совершил своей жизни чтобы дойти почти пешком от своей флоренции до парижа потому что именно там аббатство клюни и было до сих пор расположено да и это ведь все не на поезде сапсан не на самолете у него денег на перевозку не было особенные личной лошади тоже не было это значит вот почти пешком добраться туда совершить это паломничество чтобы слушать эти лекции если кто-то из вас был в париже в латинском квартале то рядом с аббатством клюни вы видели статую данте потому что вот французы помнят что среди студентов сарбоны был один гений ну правда не один но один уж день гениев это данте альгиери да он тут тоже кое-чему учился и вот этот человек в своем аду в первой части трилогии описывает что все папы римские находятся в аду и что их очень интересным образом поджаривают ну как можно поджаривать человека например как жанну дарк на костре на кресте и понеслась ну это мало воображения а вот если устроить такую запекальню где человек внутри ну что-то вроде глиняного горшка у него пятки торчат только наружу и его но на углах там готовят как жаровню у нее только пятки наружу торчат все что после пяток все в этой жаровне это вечный огонь вот так данте помещает в этот круг ада всех пап римских всех без исключения более того когда он идет поэтому странному огородному участку где вместо морковки торчат чьи-то ноги и земля пышет от жара он еще вот такой добрый человек данте альгиери бьет по пяткам этих несчастных пап римских приговаривая каждого к еще большему жару и не может он устоять от того чтобы не поднаддать этим папам римским а это извините меня наместник бога на земле это понтифик первый папа римский апостол петр а это вот данте нипочем вот он там проходится по этой долине и я только один вам сюжетец рассказал а там сюжетов таких которые вызывают и долго еще на протяжении столетий будут вызывать вопросы бесчисленное множество бесчисленное множество включая самого старца святого бернар включая язычника вергилия который является проводником данте по аду и чистилище включая саму географию ада и саму географию чистишь там есть своя география климатология это совсем такой вполне реальный осязаемый мир и все это данте описывает с такой достоверностью что в общем то когда гюстав даре решился и иллюстрировать эту божественную комедию то он то из вас держал такие книжки в руках еще в детстве то он по сути дела гюстав даре передал вам все картины ада в 3d в полном ощущении объемности происходящего данте не стесняясь говорит о запахах ада не стесняясь говорит они басклоне там есть свое небо ада а его болотах а его реках а его горах а его лесах и вся картинка там предстает весьма весьма убедительно и в общем то возникает связи с этим соответствующий вопрос да если вы прочитали все три части божественной комедии данте это я все о книжке инферно то там только одна часть берется от дэна брауна тот кто запустил в мир моду на конспирологию до своей книги код да винчи он как бы оживил этот интерес который все время тлел жил и который взорвал по сути дела всю читающую публику запада и сейчас собирается продолжать это взрывать другой книжкой так вот если вы прочитаете все три части божественной комедии то вы увидите сами что и чистилище и рай очень скучно написаны они написаны так отстранены от реальности что в общем то вы там не будете ощущать вот этой вот как бы сказать объемной картинки это очень занудливая и скучная передачи средневекового канона католического канона того как представляли себе чистилище и рай самый скучный рай скучнее вот ничего нету в мировой литературе как рай данте если бы не веселая фигура старца святого бернара с его увлечениями тамплиерами то и в общем то по большому счету и читать то нечего там начинаются какие-то выдумки какой-то так сказать уже желание переспрыгнуть через самого себя выйти за пределы своего воображения и так далее там например колесница с грифонами вдруг воплощается как вся римско-католическая церковь там начинается такая путанная символика что это становится скую все скучнее и скучнее а вот когда вы читаете от там вам не до игр разума там во мне до символики там вы впрямую ощущаете вплоть до запаха серы все и вся и естественно возникал у всех исследователей данте один вопрос а почему так почему так осязаем от почему так не осязаем и каноничен рай и чистилище почему только а и вот тут мы сталкиваемся с еще одной тайной историей которая тоже очень любима всякого рода теоретиками конспиративности до в истории на юге италии в районе неаполя существует целая система пещер который до сих пор до конца не исследовано археологами и специалистами по пещерам но которые с древности воспринимались как такие подземные храмы пророчат севил и если посмотреть и есть такая книга затерянный храм она тоже написана как научно-популярная книга не как художественная книга поэтому у нее нет такого количества читателей как у дэна брауна то один из таких археологов любителей собрал команду что-то вроде шлимана в середине 19 века и полез в эти пещеры и когда он туда залез он написал потом это в книге на русском я ее не видел я ее читал на английском там прекрасные фотографии прекрасный материал собраны то у него напрямую возникли ассоциации с двумя книгами мировой литературы которые рисуют вам вообще в общем объеме и самую полную картину дают загробного мира это данте от и такое ощущение чтобы проверить свои свое воображение об этой части загробного мира данте мог туда залезать и бродить и это вергилий тот самый вергилий который является первым проводником данте по первому кругу по аду и по чистилищу и у вергилия есть поэма энеида и в энеиде есть шестая песнь куда в которой описывается как эней сын анхиза и сын богини венеры спускается в загробный мир и находит там своего умершего отца много чего находит и находит елисейские поля и по сути дела совершает великое открытие и потом вот эту шестую песню на эйды за основу своего ада возьмет данте и поговаривают что и вергилий и данте перед тем как написать эти два текста залезали вот в эту пещеру пророчец севил и отсюда такая сила воздействия их вроде бы выдуманных текстов выдуманных но сила воздействия этих двух текстов колоссальная потому что они как бы сказать эти самые тексты они рождены реальными ощущениями реальными ощущениями вот о чем дело вот чистилище никто не знает где расположен рай тоже географии его очень смутная и адрес его смутен а от знают все и в отлазили поговаривают даже что задолго до вергилия туда залезали греческие рапсоды те самые рапсоды песни которых потом легли в основу одиссеи гомера потому что мы знаем что как такового гомерта не существовало что это были песни рапсодов которые потом при диктаторе писистрате были записаны получились 24 песни по числу букв в греческом алфавите там все очень условно там много противоречий и вот во второй части гомеровского эпоса тот же самый одиссей залезает в какую-то пещеру и первый до вергилия открывает для себя потусторонний мир и вот как минимум три супер текста мировой литературы если вы возьмете гомера вергилия и данты и вытащите из их из-под фундамента мировой литературы то мировой литературы просто не будет я боюсь сейчас уходить в доказательство этого простого тезиса ну знаете если мы убираем гомера то сразу вычеркиваете хотя с другой стороны может быть вам это и в радость война и мир а вычеркнув война и мир вы тут же вычеркиваете отверженные гюго а вычеркнув гюго и толстого сразу туда до кучи шолохова с тихим доном а еще до этого тогда сразу хороните весь героический рыцарский эпос его нет и у вас ничего не остается ничего не остается если вы выкидываете вергилия то вы хороните вообще весь мировой роман если вы выкидываете данте то вы хороните всю мировую поэзию вот три фигуры три принципиальные фигуры которые на самом деле являются такими фундаментальными столпами всей мировой литературы я не буду сейчас сдаваться в подробности уж поверьте мне без знания этих трех авторов глубокого филолог не может считать себя филологом он так читатель он так создатель каких-нибудь дешевых романов но не не филолог не писатель вот он прежде всего должен знать эти тексты так вот они все эти три текста основаны на путешествие в загробный мир и в каждый период гомер это восьмой век до нашей эры вергилии это первый век нашей эры это эпоха императора августа злотой век императора августа данте это между тринадцатом и четырнадцатом веками это уже конец средневековья начало возрождения вот три периода до вот три фигуры вот и о эти все три фигуры вас завораживают своим ясновидением загробного мира теперь следующая вещь ну а вот в античности что за тайное общество могло существовать ну про тамплиеров и масонов все знают даже все здесь сидящие я думаю пришли наверное послушать еще раз по принципу назови милый приятные слова спиды вот это как все равно что для простых сердцем людей еще раз послушать песни стаса нами на ног или там это стаса михайлова ну-ка произнеси нам правила поляна цветов и мы послушаем а вот древность там тамплиеров не было масонов тогда никто и не представлял себе какие там то могли быть заговоры и что там насчет конспирологии потому что когда мы говорим о темплиерах и масонах масона это восемнадцатый век это простите просвещение именно тогда они выходят на историческую арену и завоевывают весь мир а темплиеры это средневековье еще раз говорит одиннадцатый век и здесь можно говорить о конспирологии ну а древность то ну а гомер то ну а вергилий то эти то еще не рыцарями не были ни христианами ни масонами ни храмов не строили нет строили храмы но это не те храмы о которых говорит масон и тогда там то что было а там были так называемые книги севилл книги пророческие книги севилл которые на самом деле выполняли приблизительно ту же самую роль которую потом в последующей эпохе будут в последовательности исторической выполнять тамплиеры а затем масоны и получается что начиная с колыбели западноевропейского человечества а гомер это греческая культура колыбель западная человечество живет с идеей тайной истории конспирологии и от этой идеи оно человечество отказываться не собирается и вот что ж такое книги севилл сейчас уже на самом деле они даже изданы на русском языке и вы можете в разделе эзотерика или просто по интернету набрать книги севилл и вам выдадут какие-то бессвязные тексты и вы можете их даже полистать почитать и так далее и так далее другой вопрос вы должны готовы быть к тому что ни один из этих эзотерических текстов не будет понятен вся суть и вся стилистика этих текстов тайнопись и поэтому они не могут быть прочитаны профаном профан это не ругательное слово это невежда в переводе означает вот профаном непосвященным или мягче непосвященный непосвященным не один тайный текст будь то это тексты тамплиеров будь то это тексты масонов или севилл книги севилл не может быть прочитан это уже в общем то хороший такой шаг и момент конспирации ко всякого рода заговором и прочее это только для избранных это только для тех кто непосредственно с этим имеет отношение ну а теперь еще один маленький такой монок на книге севилл когда вы оказываетесь в знаменитой сикстинской капелле расписанной где выбирают папу римского и расписанный микеланджело великим микеланджело который представляет из себя не меньшую загадку чем леонардо да винчи и уж он вот действительно человек который тайна на самом деле в эпоху среди просите возрождение не было ни одного простого душой человека они все были великая тайна вот но я не знаю известно вам или нет что такой писатель эпохи возрождения франции как франсуара бле до который вот это жирный смех ну например в переводе любимого на приступочке песочек откуси дерьма кусочек я цитирую рабля или как говорит бахтин культура карнавала так вот этот веселый карнавальный писатель был другом кого же он был другом простите напомните мне кто у нас был нострадамус личный астролог екатерины медичи нострадамус вот он был личным другом рабле и рабле переписывался с нострадамусом тайнописью и общались с ним это я к чему то в эпоху возрождения не было ни одного интеллектуала который бы не владел бы шифром который бы не представлял из себя определенную тайну который бы не хотел казаться таинственным который не считал себя принадлежностью тому или иному тайному обществу одно из таких тайных обществ в эпоху возрождения было создано при медичи во флоренции лоренции великолепной это так называемая флорентийская академия и уж что они там творили и как они там писали и как они жили это уже предмет особого анализа особого рассуждения так вот это все потом это мода будет она очень будет распространена но она будет иметь свои корни и так мы остановились на секстинской капелле который расписывает очень странный тип по имени Микеланджело Буонаротти странен он был настолько что он никогда не мылся его любимый цвет черный он носил одежду до тех пор пока она не истлевала на нем представляете такой запах великого художника что он из себя являл он был гомосексуалистом прости меня господи может быть меня сочтут что я чем нибудь тут пропагандирую но на самом деле в эпоху возрождения вы не найдете почти ни одного великого художника который бы вообще говоря не умел вернее не собирался различать двуполую и однополую любовь они все были не от мира всего они не были рядовыми людьми и в этом они видели определенное если хотите противостояние средневековью где за этот грех людей на костер и на виселицу они хоронили этот свой грех тайно а иногда так выплескивали как например в статую Давида где вы ничего не видите кроме совершенной мужской анатомии выдолбленной точными ударами резца из единой глыбы карарского мрамора там удивляешься тому что там не было ни одного лишнего удара потому что если бы удар был лишний то вся эта великая статуя покрылась бы трещинами и развалилась бы на глазах очень хрупкий материал уже загубленный предшественником Микеланджело дали исправить работу потому что слишком большие деньги заплатила Флорентийская Республика за этот кусок мрамора и он это выдолбил да еще как и выдолбил как мы понимаем с большой любовью к мужской анатомии потому что это было его либидо это была его естественная страсть так вот когда вы оказываетесь в другом его творении Сикстинская капелла а рядом находится собор Святого Петра купол которого построен по его чертежам а там ходят вот эти вот самые швейцарцы одежда которых сшита по его лекалам потому что он еще был кутюрье он был писателем он был архитектором он был художником он был скульптором он был всем и вы когда задираете голову и смотрите на эту Сикстинскую капеллу где выбирают папу римского это он по приказу одного из пап которого Данте поместит в ад расписывает книгу бытия по углам идут книги Нового Завета а он берется только за книгу бытия и там одна тайна будет сидит такая баба здоровая не то мужик, не то баба явно гормоны играют и обнимает огромную книгу она в какой-то степени фигура равноположенная Моисею с его каменными скрижалями которые он несет как завет Божий с горы Синай но она несет не завет Божий с горы Синай она несет книги Сивилл потому что она Сивилла в Библии нет никаких Сивилл почему же расписывая сотворение Адама почему же расписывая подвиг Юдифи почему расписывая весь Ветхий Завет он огромное место на потолке Сикстинской капеллы отводит этой странной бесформенной бабе с мышцами как у Моисея это не молочные железы груди это накачанные в качалке мускулы которая держит огромную книгу и которая там ни у кого ни у одного папы ни у одного кардинала не вызывает никакого сомнения что эта Сивилла должна быть там и он это пишет по требованию времени и ни в коей мере не собирается стирать ее, замазывать как-то более того, все это воспринимают все католики а это высший эталон католицизма чтобы было ясно воспринимают эту Сивиллу как норму не просто как игра воображения художника а как дань определенной традиции но я еще раз говорю стоит либо на фотографиях посмотреть на репродукциях вам просто укажут вот Сивилла книги Сивилла если вы залезаете в интернет или берете какую-то еще литературу научно-популярную на эту тему то вы выясняете что вся Римская империя вся ее история все события связанные с Римом так или иначе кручились вокруг книг Сивилл расположенных на Капитолийском холме в центре Рима что вот эти вот отмороженные римляне завоевавшие полмира я напомню граница Римской империи юг это современный Египет и Тунис это север Африки север это граница между Шотландией и Британией стена Адриана запад это западная оконечность Португалии вся Испания принадлежит Риму восток это территория современной Румынии представляете себе эту территорию даже современный Европейский Союз не мечтает о таких территориях это больше чем СССР одна шестая часть земли вот это все управляется Римом а Рим управляется пророческими книгами Сивилл расположенными на Капитолийском холме которые читают только избранные потери и утраты этих книг может восприниматься как катастрофа таким образом Рим теряет свое предназначение свой смысл теперь остается только догадываться как же связаны между собой языческие верования Сивилл и католический Рим который в эпоху Ренессанса дает заказ одному из лучших художников Микеланджело расписать Сикстинскую капеллу и обязательно там изобразить фантастическую фигуру Сивиллы сжимающую как Моисей скрижаль Божью книгу пророчеств еще один вопрос а где эти книги а куда они делись а каковы вот я сказал переводы есть но здесь много и фальсификаций а какова история а почему Рим жил этими книгами и что за пророчества я вам более того скажу с этими книгами с их утратой с их потерей есть такая версия я не говорю что она единственная верная я просто ее вам произношу и произошло падение Рима а падение Рима это начало другой эпохи эпохи средневековья формально дата падения Рима 476 год вот с книгами Сивилл это связано напрямую а теперь о трех или даже двух великих произведениях мировой литературы имеется ввиду Гомер и Вергилий Одиссея и Инеида так сказать Инеида чтобы было ясно воплощает собой пересказ Илиады и Одиссеи только в рамках одного текста вот два текста Вергилий взял обработал и сделал свой дайджест как бы сейчас сказали то есть эти два текста связаны между собой Вергилий и Инеида является отражением Илиады и Одиссеи и там и там речь идет о Сивиллах Сивиллы они были в Дельфах были кумранские Сивиллы Несколько было источников вернее мест на территории Древней Греции потом это перекочевало в Рим и Рим как мы знаем взял мифологию Греции с небольшими добавлениями и стал наследником эллинистического мира не случайно Алексей Федорович Лосев Римскую империю называет эллинистическим периодом развития античного мира такой широкий он предлагает термин взятый еще у Дройзена у немецкого историка так вот в этом смысле Рим очень находится в русле всей греческой цивилизации а в греческой цивилизации мы знаем несколько мест где существовали Сивиллы потом в Риме они переселятся куда-то в район Неаполя там вот в эти вот самые пещеры но этих пещер было много они были не единственные и мы знаем в Дельфах знаменитые сивиллы мы только про Дельфы знаем с вами потому что эти Дельфы стали очень и очень популярны благодаря трагедиям Сафокла Эврипида в какой-то степени Схила но их было больше их было больше какую по тому тем данным что мы предлагаем представляем какую роль играли эти сивиллы сивиллами чаще всего называли женщин которые посвящали себя поначалу Богу Аполлону почему Богу Аполлону потому что Бог Аполлон считался прорицателем судьбы у него было много функций у каждого античного Бога Греции и Рима было много функций он был и врачевателем он был покровителем искусства и он был долгое время представителем вот этой вот судьбоносной функции ему была доступна судьба правда эту функцию судьбы в силу того что она очень непонятна очень неясна и очень могущественно мы с вами до сих пор сохраняем в себе этот древний страх перед судьбой и этот древний страх питается нашим подсознанием нашим прошлом нашим коллективным бессознательным и так далее у этого древнего страха глубочайшие корни потому что мы очень боимся судьбы судьба нам непонятна судьба нас ставит в тупик судьба нас обезоруживает знаете как хорошо сказал Гамлет про судьбу тут можете продолжить политические аллюзии сами пред кем весь мир лежал в пыли торчит затычкою в щели это он про Александра Македонского как это говорит рассуждает Гамлет так случилось это вот судьба круговорот судьбы перед кем весь мир лежал в пыли Александр Македонский потом был похоронен потом его забрыли в могилу потом его съел червяк потом он превратился в глину и потом из этой глины сделали пробку которой заткнули в щели дырку это круговорот судьбы перед кем весь мир лежал в пыли торчит затычкой в щели или еще одна фраза хочешь насмешить Бога поделись с ним своими планами человек ничтожен перед этой силой судьбы что делают христиане они снимают убирают пытаются поставить буфер перед мощью судьбы и говорят что Бог решает всю твою судьбу потому потому что и волос твоей головы не упадет без замысла Божия поэтому не ходите к гадалкам не играйте в кости не смотрите в магический шар вы язычники в таком плане но при этом все христиане ходят к гадалкам играют в кости и возникает фигура Нострадамуса потому что это страх древнее чем христианство перед судьбой и вот этим этой властью владели сивиллы они по началу были это почему я говорю вам о сивиллах это первая теория заговоров в истории человечества а вообще теория заговоров так же древна как и само человечество и в каждую эпоху свой заговор совсем недавно в эпоху третьего рейха этот заговор сводился к одному во всем виноваты евреи Гитлер был уверен что он обнаружил корни мировой закулисы каждая эпоха каждый социальный заказ создает свою теорию заговора чтобы понять как действует этот механизм можно было бы как построить ребята мы все под колпаком у масонов у мюллера еще у кого-то ребята это пошлятина много брошюрок существует для этого надо сходить и послушать вот этого городского сумасшедшего газеты завтра редактора как его назовите я забыл имя-то господин гексоген ну вспомнил ладно вот надо послушать я не знаю там корреспондента Шевченко надо послушать передачу постскриптум во всем Америку виноват вы че вот куда только не кинь везде Америка нагадила везде Америка нагадила это механизм который лежится ложится прекрасно на наши древние страхи которые всегда существуют с человеком и всегда будут с человеком и на смену одной теории заговора придет другая теория заговора это та подпитка которая определяет безумную популярность книг Дэна Брауна без этого вы никуда не денетесь а теперь возвращаемся в древность чтобы понять причину итак в древности это были Севиллы книги Севилл о значении которых для западной культуры я чуть-чуть вам рассказал Сикстинская капелла представьте какое сила влияния этого мифа что даже в месте где выбирают папу в самом центре католицизма вам рисуют языческую фигуру пророчицы Севиллы которая еще раз напомню несет своей огромной руке книгу равную божественной скрижали Моисея и никак иначе так вот это слепой страх человека перед судьбой ничего человек с собой не сделает этот страх перед судьбой в нем колоссален почему один умирает во младенчестве а другой доживает до ста с лишним лет почему один переходит улицу где ни попадя и никогда не попадет под машину а другой попадает почему один летит на самолете и дрожит и врезается в землю а другой летает всю жизнь и ничего ему почему один такой другой такой почему на одного обрушиваются болезни а другой здоровый себе живет и проживает весь свой жизненный цикл и умирает от случайности забыл вовремя зашнуровать шнурки разволновался и умер почему 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 эти вопросы почему человек задает себе с младенчества своей истории самой зари своей истории и вот севиллы сначала это Аполлон такой красивый ясный светлый бог который говорит я как фонарем освещу все темные заковолки судьбы я вооружу человека знанием своего будущего но не напрямую его вооружу у меня есть жрицы и звать их севиллы они будут рассказывать то что я буду передавать людям как бог а севиллы общаясь с этим светлым богом превращаются в очень странных переводчиков перевирая все и все давая не правду а пол правды в древности обряд пророчеств севилл строится следующим образом они сидят на треножнике и должны ввести в себя наркотическое состояние экстаза потому что с богом вы вот так вот как с Петей Иванов Синепупкиным не поговорите потому что у богов свой язык свой голос отсюда сокровенности тайна книг Севиллы и поэтому она сидит на треножнике а внизу этого треножника тымятся наркотические травы которых греки знали в огромном количестве и она теряет свой разум то есть перестает быть принадлежащей себе когда-то она была наверное женщиной с определенной судьбой становясь Севиллой она перестает быть женщиной человеком превращается в какого-то монстра теряя возраст и сидит только на этом треножнике и когда ее спрашивают она несет тот бред который вообще говоря вдохновляет ее наркотические пары трав есть еще одна легенда про Севилл одна из них сидит и в этом состоянии наркотических паров пишет странные письмена и эти письмена вроде бы являются таким посланием месседжем людей но стоит только просителю открыть дверь и в эту раскрытую щель дверную врывается свежий воздух он сметает все эти бессмысленно написанные листы и теперь собрать их воедино и прочитать какой-то смысл невозможно откуда возникает такая идея потому что связка между Богом и человеком всегда полна неожиданностей интерпретаций сложностей и трудностей перевода поэтому желая осветить путь будущего Аполлон не в силах прорваться сквозь эти преграды сквозь эти темные лабиринты Аполлона смещают с этого места он не оправдывает свои функции а Севиллы остаются и эти Севиллы пишут какие-то книги и эти книги теперь надо растолковывать а как религиозное сознание древних на что меняет Аполлона вот это вот одна из интереснейших тем научного исследования вместо одного Аполлона появляется сначала одна старуха то есть образ Севиллы женщина вне времени которая несет какой-то лепет который надо расшифровывать потом оказывается смотрите как работает сознание древних а это работает наше подсознание таким образом потом оказывается что одна старуха пусть даже и самая таинственная все равно не может справиться с судьбой когда старух становится три и у них появляется одно имя Мойры и это уже без Аполлона и каждый из них выполняет определенную функцию и у каждой есть свое имя и каждый определяет судьбу отдельной личности государства цивилизации в разной степени на разных этапах пишется эта судьба но понять их лепет невозможно именно Мойры переходят плавным образом в римскую мифологию и получают имя Парки и власть Мойр и Парок такая колоссальная что ей подчиняются и Зевс и Нептун и все 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 боги они так же немеют перед этой силой как и люди они так же бессильны перед ней и вот эти вот три Мойры тире парки по мнению древних несут себе такую тайну они могут предугадывать такие события в обществе и в частной жизни человека что вот они и есть истинные властители мира а боги им только лишь подчиняются а боги только лишь будут выполнять их волю и никто не имеет права изменить этот раз и навсегда намеченный путь вы не представляете какими фаталистами были римляне но заметим одну простую вещь во многом как утверждают историки именно этот какой-то не знающий границ фатализм внушил римлянам идею о своем мировом превосходстве над всем окружающим миром и именно это была одна из тех духовных внутренних причин по которым римская империя получила такое колоссальное распространение а теперь если вы представите себе границу римской империи то вы поймете это весь современный мир а теперь опять к севилам которые пишет тот же самый Микеланджело в Сикстинской капелле он представитель эпохи возрождения ренессанса который наступает в 14 веке в Италии и например в 16 веке во всей западной Европе 200 лет разница до России никого возрождения не дошло поэтому мы вообще особенные когда говорят что мы не европейцы да мы не европейцы как сказал блок да с кифами да азиатами с раскосами и жадными глазами так вот или как сказал маркиз по скреби русского увидишь татарина и так значит все иное все другое у нас нет этих традиций нет этих корней гордиться ли это не знаю а потому что мы все-таки хотим быть европейцами когда у нас что заболит мы идем не к знахарю не к муле а бежим вот анализы сдавать а все эти анализы здравствуй пастер здравствуй левенгук здравствуй западная наука ну где-то не только так а восточной медицины китай тибет есть одна маленькая разница между тем что называется западная наука и тем что называется восточным знанием эзотерическим они не связаны между собой китай за тысячу лет до европейцев изобрел часы якорный спуск порох компас бумагу фарфор все правильно все замечательно и где платы этих изобретений по одной простой причине зачем китайцы изобрели часы европейцы изобрели часы за тем чтобы мерить время а зачем европейцам понадобилось мерить время потому что они вступили в эпоху ренессанса а в эпоху ренессанса огромная роль начинает играть роль личности а личность это уже не голубая кровь это уже не промысел божий а это твоя личная буржуазная капиталистическая инициатива time is money время деньги если ты меряешь время ты имеешь деньги поэтому ты знаешь какое время и когда переправить этот товар получить за него прибыль и разбогатеть и так начинает действовать механизм всей современной западноевропейской цивилизации китайцам на это на чхать было почему они изобрели якорный спуск это за сколько же лет до 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 бомарше до швейцарских механиков по одной простой причине им надо было выяснить когда рождается китайский император сын неба а у китайского императора то есть наследник огромное количество наложниц он был такой сексуальный гигант чтобы точно родился наследник а не так одной тетке доверить и вот роды китай считают с момента зачатия а не с момента известного крик вау 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 то что заорать они могут вместе тогда очень серьезные проблемы с наследством а чтобы выяснить когда произошло зачатие надо было изобрести часы по которым император заходит к своим наложницам и что он там творит одному богу известно вот для этого изобретены часы то есть совершенно другая цель великое изобретение служащее не тому чему служит европейская наука европейская наука служит тому чтобы вас упаковать в подушку безопасности комфорта и чтобы вы в этом комфорте и подушке безопасности с радостью и просячим визгом въехали сразу в иной мир понятно да вся жизнь у вас комфорт ну и что что у вас зубы выпали мы вам новые вставим ну и что что вот рак груди вырежем к чертой мать ну и что что вот это еще что-нибудь придумаем с радостью с прощачьим восторгом въедете в смерть смерти никто не избегнет но с удовольствием въедете туда на хорошем кадиллаке въедете потому что двигатель внутреннего сгорания это тоже достижение западноевропейской науки и все такое прочее а вам на земле мало мы вас звезды запустим ваш прах там будет комфорт комфортабельность но это мы о другом говорим мы к другому сейчас перейдем а наша тема несколько иная так вот судьба страх судьбы страх перед тем что нам неведомо севиллы и древние и римляне и греки в этом смысле более откровенные чем современные европейцы они все свои страхи всю свою сексуальность все то что сейчас прикрывается какими-то там фиговыми листками все выражали напрямую вот мы все равно относимся к телу как к греху потому что у нас под сознанием сидит тысячи лет средневековья а римляне до средневековья жили и для них тело никогда не было греховным у них совершенно иная эстетика все у них иное они инопланетяне но у них с нами их объединяет одно животный страх перед судьбой животный страх он такой что в общем-то подчиняет себе всю цивилизацию судьба управляет всем я бы мог вам привести пример из той же Инаиды Вергилия где как раз вот этот вот звериный страх судьбы управляет богами в момент разрушения Трои и как Вергилий этот официальный поэт Октавиана Августа Золотой век Октавиана Августа описывает эту это онемение перед судьбой даже такого героя как Эней Эней который является основоположником божественного рода Юлиев начиная с Юлия Цезаря вот вам основа основ просто если я сейчас начну вам пересказывать эти тексты мы уйдем в сторону ну уж поверьте это есть это я себе хорошо представляю поэтому я с такой самоуверенностью об этом и рассуждаю дальше и так это будет везде всюду воин который идет в бой легионер он прекрасно понимает осознает что все может решиться не только умением его вести бой но еще и судьбой фортуной которая на самом деле всегда присутствует в любом действии человека и уж в боевом действии точно и если повезет то все прекрасно не повезет ты против фортуны ничего не сделаешь это святая вера в судьбу а у них были книги Сивил на капитолийском холме и они были уверены что от каких-то страшных катастрофических превратностей к судьбе они будучи римлянами защищены потому что они хранят у себя эти таинственные книги эти странные записи на которых если хотите зафиксирован почерк парок или моер трех мистических старух владеющих всем всеми тайными мироздания их три почему потому что эта сила настолько огромна что она не может быть сосредоточена в одних руках она вот только это бремя нести можно трем три по сознанию древних это множество отсюда корни тринити троицы триединства божьего непознаваемого человеком един в трех лицах это все оттуда же это все те же самые корни и вот эти вот мойры воплощение если хотите предвестия троицы непознанности высшего над человеком божественного начала судьба правит миром и никак иначе я еще раз говорю в средневековье христианская религия попытается забрать эту власть у судьбы и передать ее в руки господа но до конца ли это произойдет я уже как-то говорил вам и читал тему охоты на ведьм а ведьм никто не отменял в эпоху средневековья была целая охота на ведьм и на костре как я уже вам говорил сожгли порядка девяти миллионов значит в своем тайном ожидании эта власть судьбы и поклонение перед судьбой остались несмотря на идеологию христианства и власть церкви и тотальную власть церкви и так далее так вот дальше продолжаем это вот одна из тайн мы знаем и были вот кто бывал в Дельфах тот наверняка в храме Аполлона мог почувствовать там нельзя ходить экскурсии там вообще не для экскурсии место там надо ходить одному и не одни сутки и пожить в Дельфах это место уникальное это место где как раз вот это севильяна или так сказать мойровская власть ощущалась необычайным образом к этому месту тянулось пол эллады чтобы выяснять как жить чтобы строить планы на будущее или бояться этого будущего и так далее и так далее таких мест в Греции было несколько не одно не только потому что кому-то далеко было ехать а потому что на самом деле некоторые пророчества надо было корректировать потому что судьба настолько таинственна настолько тайна что одному одной силе одному человеку не подвластна объяснить ее определить ее и это то что считается одним из вариантов первых вот этой тайной закулисы тайного механизма истории определяющего поступки римских легионеров римских сенаторов императоров кого угодно вы должны представлять себе что ни одна битва в древнем Риме не начиналась без предсказаний авгуров этих в общем-то служителей судьбы которые по полету птиц определяли на чьей стороне судьба само слово которое вы так или иначе знаете катарсис вы знаете что в любом голливудском боевике должна пролиться слеза это катарсис и всегда должна быть произнесена фраза я убью тебя детка для твоей же пользы это катарсис катарсис в переводе с греческого как утверждает Аристотель является кровь жертвенного животного это никакое не очищение не вот эта вся мура которую потом накрутили филологи других эпох это кровь жертвенного животного что значит кровь жертвенного животного по этой крови и по ее цвету определяли судьбу по печени животного определяли судьбу по полету птиц определяли судьбу вы шагу не ступили бы в древнем Риме и не приняли бы ни одного серьезного решения без совета тех, кто непосредственно имел отношение к судьбе. Битва без этого не начиналась. Ни с той, ни с другой стороны. Закладка камня города без этого не начиналась. Политическое заседание Сената без этого не начиналось. Ничего без этого не начиналось. А основой как бы этого были книги Сивил. Хранившиеся на Капитолийском холме. Вот так строилась эта цивилизация. Цивилизация, которая захватила полмира. Средневековье ведь это просто разделение на части всех владений Римской империи. Почему мы говорим эпоха Возрождения? Потому что возрождаются каноны Римской империи после тысячи лет Средневековья. И как мы видим весь европейский мир ничего другого не делает, а только лишь делает реверс возвращается назад к Риму. А раз такое происходит в истории, то точно такое же происходит и в сознании на массовом уровне. Только уже книги Сивил после средневекового опыта будут заменяться вам заговором тамплиеров, заговором масонов, если речь идет о обществе уже эпохи просвещения. Заговором банкиров, но это как бы вот ветвь масонства и так далее. И многими другими заговорами. Но это наследие вот того самого страха, который породил веру в Мойр, веру парок. Как сказал Пушкин в стихах, сочиненных ночью во время бессонницы, парки бабья лепетания, ночи мыши беготня, мыши беготня. Вот он, рассуждая о своей судьбе, лирический герой этого стихотворения, понимает, что судьба ему не ясна, что он не знает, что его ждет, и он, так сказать, слышит лишь в шумах ночи парки бабья лепетания. Вот одной из старух, которая ткет нить его судьбы. Ночи мышья беготня. Такой вот образ общения с этой древней античной властью судьбы. А европейцы, он весь строится на этой памяти античности. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же сложилось так, что, например, возникает теория тамплиеров. Ну, Мойры, Мойрами, это понятно, это вроде бы мы разобрались с древним миром. А вот в Средневековье, после того, как в пятом веке рухнула Римская империя, и ее наследие, вроде бы, окончательно было похоронено, уничтожено, были забиты акведуки. Римская империя, которая существовала на высочайшем инженерном уровне, когда в каждом доме был водопровод и канализация. До сих пор в город Рим поставляется вода по таракотовым трубам, трубам из акведуков с гор соседних императора Агриппы. Это один из самых древних водопроводов мира. До сих пор в Риме вы можете попить воды из любого крана на улице и никогда не отравитесь. Это все древние римляне придумали. Это все еще бог каких бог знает сколько тысяч лет назад. И так далее. Они придумали канализацию, называли ее клаками, чтобы нечистоты, они прекрасно понимали, что от этих нечистот людей надо освобождать. Они придумали римское право, по которому человек живет в правовом обществе, а не в бесправном обществе. Они придумали эту знаменитую формулу сенаты народа Рима. И человек является такой математической формулой этих отношений с огромным зверем государством. И он может с этим это впервые в мире было сделано. И он может с этим огромным зверем государством выстраивать равноправные состязательные бои в виде целой армии адвокатов. Такой-то против народа Рима или сената Рима. И выигрывать эти бои. И прочее, прочее. Это великое изобретение римское право. И это все написал император Юстиниан, который в это время живет в Константинополе. Это продолжение Восточной Римской империи. И вот он написал этот свод императора Юстиниана, кодекс, императора Юстиниана. И этот кодекс был потерян и забыт. Как забиты были все акведуки. Акведуки давным-давно превратились в ненужные архитектурные украшения. Как давным-давно забыты все были клоаки. И все эти средневековые города превратились в источник заразы. Жизнь человека сокращалась вдвое. Человек проживал как это говорится жизнь у тебя будет яркая но короткая. Порядка 30-40 лет не более. К этим годам он был полной развалины. Потому что и гигиена и все что было связано с Римом вы скажете но их же там слишком много погибало на Колизее. Не будем брать сейчас Колизей. Да Рим был жестоким государством. Кровь там текла рекой. Я не буду сейчас даваться в подробности какую роль играл Колизей. Колизей играл такую же роль как сейчас играет стадион Лужники. Вы скажете ну вот тоже сравнили. Вы вот фенов спросите зачем они на Лужники едут. Помахаться поорать постоять за своих ну а теперь вооружите им чем попало. Вот вам гладиаторские бои с таким же травматизмом и смертями. просто тут как бы уже усекают а там не усекали потому что в этом естественном проявлении злобы видели естественного человека. но почему если можно убить не убить ведь еще Христа не родилось и он не сказал не убей. Но почему не превратить пролитие крови в эстетическое действие как в театральное действие и почему мы должны испытывать тот же самый хваленый катарсис когда мы видим клюквенный сок а не кровь настоящая. почему мы не должны впадать почти в состояние оргазма когда мы видим эту кровищу. А там была вообще говоря в этом самом колизее великолепные инженерные сооружения там воду могли наполнять там могли устраивать морские бои там не только все на песке строилось. это целые спектакли каждый спектакль превращался в живые картинки из истории Рима или из истории мифологии люди приходили учиться если они историю не знают а время поголовная грамотность между прочим или что-то подзабыли им покажут в 3D эти картинки руками рабов и не только например император Комот был гладиатором потому что он понимал что гладиатор это такое как бы это сказать харизма что весь Рим будет у твоих ног он воевал на этих завоевывая себе избирателей а добрая половина римских гладиаторов были свободные людьми людьми которые нанимались гладиаторы потому что в конце их ждали такие прибыли и такие барыши когда они получали этот деревянный меч гладис что они могли заводить свое дело а вот мы говорим сейчас мода на шопинг а это рынки императора Трояна это первый мол где продавалось все и вся из всей Римской империи и женщины пропадали там часами днями а вот мы говорим например о салонах спа а это баня императора Каракала в несколько этажей вниз и вверх где человек приходил на весь день он стирал свою одежду он мог заниматься искусством потому что слово музей происходит от слова музы а музы эти те скульптуры которые украшали баню императора Каракала а у него там были подогретые полы а у него там были теплая вода и холодная вода а у него там были массажисты натиравшие его тело маслами а он там поправлял свое здоровье а он там решал свои деловые сделки а он решал свои политические интриги там он на весь день уходил туда а его там кормили поили потому что там целый ад был внизу где все это готовилось жарилось парилось и подавалось наверх это современный город со всеми развлечениями современного мира только может быть более жестокие и откровенные потому что это не христиане вы не должны забывать что они ничего не знают про заповеди Христа они живут своим путем и для них существует только власть фортуны странная тайная неведомая перед которой немеют все и которой надо служить и надеяться и поэтому когда выходили люди на гладиаторские бои вы представляете как здесь над этой ареной летала сама фортуна то что иногда бывало так что непобедимый герой поскользнется как-то не так и тот который должен проиграть этот бой побеждает фортуна и мы отдаем тебе всю честь и почести потому что такова вся наша жизнь и вот смотрите эта империя уходит в никуда она разваливается ее забывают забывают эту литературу возникает так называемый эффект полемпсеста берут старые римские пергаменты и ножом эти самые монахи стирают великие тексты Вергилия Гомера Авидия Петрония от Петрония от его великого романа Сатирикон остались жалкие отрывки и многих других ведь то что мы называем древнегреческой и древнеримской литературой это жалкие остатки Александрий Александрий библиотека насчитывала столько свитков что даже трудно сейчас вообразить какой бы была культура если бы это все сохранилось это как сейчас устроить пожар в библиотеке имени Ленина бывшей а заодно еще поджечь библиотеку конгресса в Вашингтоне и еще парочку трое и что тогда миру останется так вот эти свитки уничтожены были под ножом монахов они стирали эти ненужные им языческие письмена и писали на них очередной вариант библии комментарий к библии а проступали книги античных авторов и вот это вот текст на тексте называется у теоретиков палимпсест а почему они это делали а потому что они берегли пергамент это же кожа животных а весь вся эпоха средневековья это борьба с голодом потому что как орошать поля как их обрабатывать человечество как-то мигом забыло вот Рим не знал голода а те кто пришли на его место сразу окунулись в голод и вот чтобы беречь этих домашних животных записывать надо было святые места они стирали и писали на латыни а как они узнали эту латынь они как на слух это варварская латынь они читали молитвы на слух это как один мой знакомый мальчик учил в детском саду английский язык потом пришел к родителям и прочитал первый стишок на английском языке потому что он его как древние монахи учил на слух хучфагенки хет хучфагенки кет это по его понятиям был английский язык он приблизительно так же читали молитвы монахи это варварская латынь ничего не имеющая общего с латынью золотого века это поголовная безграмотность от всего тысячелетия средневековья осталось всего 20 тысяч томов книг что такое 20 тысяч томов книг у одного моего приятеля в двух городских квартирах 50 тысяч во сколько раз он превзошел все средневековье это вы даже зала Ленин к ней наполните не считая ее подвалов и прочее филиалов и прочее это все средневековье оно поголовно безграмотное короли безграмотные Ричард Ливиное сердце не умеет расписываться потому что грамота не его высокое дело грамотен это клирик это несчастные эти монахи которые всю жизнь потратили только лишь на изучение слова Божьего и вот тогда возникает рыцарство и рыцарство и в частности тамплиеры ложатся в основу одного из самых таинственных рыцарских орденов вокруг которых будет крутиться очень много мифов очень много мифов колдовских мифов языческих мифов и которые потом будут прекрасно обрабатываться в мировую конспирологию все тамплиеры с них все пошло это вот то на чем основан бестселлер дэна брауна код да винчи орден приореда сион тамплиеры и так далее кто сделал такую славу ордену тамплиеров был такой как сейчас бы сказали пиар ход массовый филипп красивый в начале 14 века король франции после того как тамплиеры потеряли свои места в палестине их оттуда выдворили победили их бедных там они должны были вернуться во франции потому что орден тамплиеров сплошь был французский во франции в париже есть площадь республики там иногда устраивают рок-концерты площадь республики находится на том самом месте где когда-то в средневековье находился тампль или ставка штаб-квартира тамплиеров тампль в переводе означает храм потом этот тампль сожгли уничтожили разорили а самих тамплиеров в результате семилетнего юридического процесса часть из них сожгли на костре сожгли на костре магистра ордена тамплиеров Жака де Мале и его заместителя Приора на острове на еврейском острове Лиль-де-Жуиф который находится примыкает непосредственно если не ошибаюсь к собору Нотр-Дам де Пари в самом центре Лиль-де-Лесите и вот на этом островочке маленьком были сожжены две главных фигуры тамплиеров уничтожили больше но это были самые важные сожжения многих уничтожили многих запытали запытали серьезным образом потому что к этому времени уже существует инквизиция инквизиция возникает тоже во Франции не в Испании ни в коем случае не повторяйте эту ошибку она возникает в 13 веке во время похода на катарскую ересь район юга Франции это территория Лангедока это там где расположена Каркасон последняя крепость катаров Монсегюр тот же самый городок где потом будет энное количество лет спустя учиться медицине Рабле Монпелье Тулус вот основные города катаров если вы когда-то будете на юго Франции то вы увидите что там при уезде на юг Франции вы увидите на каждой дороге висит таблическое это страна катаров и везде увидите памятники белым рыцарям катар и увидите катарских священников которые ничего общего с христианством не умеют и увидите кресты катарские которые тоже не очень похожи на наши кресты и наши распятия а если вы владеете языком и походите по лавкам каркасона то вы там увидите целую россыпь литературы посвященной катарской ереси это и допросы их и прочее именно тогда в 13 веке была изобретена инквизиция как поход это был крестовый поход против своих же недавних христиан не против мусульман а против недавних христиан которые приняли катарскую ересь юг франции и длился он 27 лет дольше чем любой другой крестовый поход потому что брать своих было трудно потому что крепости катаров были неприступными если когда-нибудь вы увидите крепость монсегюр то вы увидите она находится на вершине горы и там есть очень хорошие подходы к источникам воды и так далее скот чтобы не умирать с голоду можно было содержать внутри самой крепости главная вода и он держался эта крепость держалась многие годы ее взять не могли а взяли тамплиеры они каким-то образом договорились с катарами и тамплиеры перед атакой дали возможность уйти части катар которые были посвящены в истину и после этого тамплиеры после такого предательства вызвали очень серьезное подозрение кто они такие а катары чтобы было ясно это манихейская ересь которая идет еще из позднеантичности то есть опять же из времени Севил видите какая логика здесь выстраивается и катары вообще говоря являлись серьезными людьми которые сомневались в учении Христа и они создавали ересь в переводе означает выбор и они создавали свой вариант веры где главным героем их мироздания был не бог вот интересно мои речи сейчас можно рассматривать как оскорбление чувств верующих как приняли закон очередной или как научное изыскание вот как вот а не говорить об этом нельзя это как бы все таки никакого отношения к оскорблению не имеет это же не я придумал это же катары придумали пусть их и судят или манихей что не бог создал этот мир а создала его София а в Константинополе есть целый храм Софии потому что он единственный из всех христианских храмов посвящен не святому не богу не троице а идеи София в переводе означает мудрость то есть абстракции один из лучших храмов христианской архитектуры который влек в основу всей православной архитектуры Руси так вот а что это за София вот есть концепция троицы божьей бог отец бог сын бог дух святой да а катары или манихеи от имени мани персидского пророка эпоха конца римской империи а где же там женское начало то что мани вообще говоря плоть от плоти дитя римской империи а вся римская империя строится на власти женского начала то есть Венеры и Севил и вот тогда возникает теория космической души как у Платона это такая если хотите такая связка всего и вся немножко философии немножко теологии и Софии и получается что бог которого так воспринимают в христианской традиции это демиург переводе с греческого означает простой ремесленник который взял и заточил бессмертную душу в материальную оболочку и отсюда происходят все наши страдания все наши лишения и вся наша ужасная судьба в этой жизни и что главная задача истинно посвященных освободить эту космическую душу женского происхождения имя ей София от материального заточения смотрите происходит какая смена акцентов и поэтому нельзя жениться потому что если вы женитесь и вы продолжаете род людской то таким образом вы только усиливаете эту власть материи а не снижаете ее поэтому разрешаются только лишь без всяких обязательств свободное отношение между мужчиной и женщиной опять что-то пропагандирует и поэтому когда произойдет самое главное освобождение этой самой космической души общими усилиями от этой власти материи то мир и человек перестанет быть тем чем он есть а перейдет в так называемую голую космическую энергию кстати сказать я вам рассказываю вообще-то говоря космогоническую теорию Ницше которая основана на этой теории Катар которая перевернет весь 20 век кстати я вам рассказываю в общем-то подоплеку философии Владимира Соловьева и стихов Александра Блока потому что именно эта София является вам стихотворение девушка пела в церковном хоре это все стихотворения о незнакомке ты взглянул и я встретил смущенный и дерзкий взгляд надменный и отдал поклон обратясь к кавалеру намеренно резко ты сказала и этот влюблен у катаров будет культ любви это то что ляжет в основу рыцарского романа который будут воспринимать как роман таинственный эзотерический и это то что вдохновит Сервантес на его Дон Кихота который на самом деле определит очень многое в мировой литературе вот вам тайна из которой такие плещут последствия и рыцари тамплиеры на самом деле находятся в окружении этих мистических явлений потому что они впервые оказались в Палестине они впервые вышли на широкий контекст исторического общения и они понимают что в своих монастырях и замках они ничего не знали о мире здесь в Палестине оказываясь на развалинах храма царя Соломона храма которому много много тысяч лет которые описаны в Библии и не раз они могут нарыть и найти такие тайны такие свитки которые сделают их орден рыцарский орден исключительным среди всех других орденов и они начинают называть себя тамплиеры то есть тампль то есть храм царя Соломона и как ни странно им удача просто в руки идет через очень короткий срок они из рыцарского бедного монашеского ордена превращаются в один из богатейших орденов всего мира они изобретают банковскую систему в форме векселя об этом вы можете прочитать в замечательной книге Умберто Эка Маятник Фуко здесь эти исторические факты представлены очень убедительно это вам уже не Дэн Браун они этой банковской системы еще в таком наивном виде в общем-то подчиняют себе всю Европу король Англии хранит в тампле свою корону как символ власти когда Филипп Красивый узнает что хранится в тампле он поначалу хочет стать членом рыцаря ордена тамплиеров но ему в этом отказывают и он это воспринимает как личное оскорбление и начинает против тамплиеров вести юридическую травлю и 7 лет пытается доказать что тамплиеры еретики которых надо отправить на костер и доказывает ему это удается но на это уходит 7 лет об этом написаны книги если вы когда-нибудь окажетесь в латинском квартале и зайдете в какой-нибудь отдел исторической книги вы увидите что во Франции процессу орденов тамплиеров посвящено столько книг это один из самых важных и привлекательных центров для изучения этого вопроса на юге Франции Катары в Париже тамплиеры их же здесь и жгли и там столько вы всякого таинственного непонятного определите ну например Колумб открывает Америку в 1492 году а на его парусах красуется крест тамплиеров кто его финансировал а ведь каждое даже великое историческое открытие должно быть финансировано вы на нее не купите каравеллу не запасетесь солониной необходимыми продуктами команду не наймете так открывается Америка никто не знает куда делись сокровища тамплиеров потому что как ни странно когда Филипп Красивый объявил это самое ну как бы это облаву на тамплиеров да то тамплиеры обладали потрясающей разведкой они были воинами такими воинами которые в общем-то брали города еще при крестовых походах и они знали что такое разведка и они знали что им грозит и когда король со своей армией явился во все расположения тамплиер он ничего не нашел во всех частях Франции там были целые отделения ордена ничего не нашел потому что одна из легенд говорит о том что накануне какие-то странные повозки брели из Парижа и из других городов в Ля-Рошель потому что там в Ля-Рошель это портовый город стоял уже готовый отплыть целый флот тамплиеров с крестами как у Колумба и он отплыл и до сих пор вам не знаю никто не скажет в каком направлении некоторые поговаривают что они доплыли до Америки а некоторые поговаривают что скорее всего они доплыли до Англии точнее до Шотландии и стали помогать шотландскому королю который именно в это время после того как сожгли Жак и де Мале стал одерживать невероятные военные победы над Английским королем то чего никогда не случалось потому что в войске шотландского короля появилась ну скажем так новая боевая единица ордена тамплиеров а откуда потом возникнут масоны из Шотландии первые масоны зафиксировали себя в 18 веке в Шотландии а про масонов что нам известно а очень много и ничего почти некоторые считают что масоны это так называемые вольные каменщики фри мессонс которые строили знаменитые храмы в стиле пылающей готики например Нотр-Дам-де-Пари например собор в Реймсе и многие другие чудеса потрясающей готики некоторые говорят о том что вот эти вольные каменщики строили эти дома по сути дела без чертежей на глазок некоторые говорят о том что это книга Дюби время соборов некоторые говорят о том что на самом деле эти соборы возникали как результат алхимических действий потому что там главную роль играл огонь а алхимия суть алхимии это эксперименты с открытым огнем потому что огонь по алхимикам выполнял очень важную роль он ускорял эволюционный процесс заданный и запущенный еще Богом ускорить промысел Божий с помощью огня и когда человек попадал в так называемое отсюда и название этих соборов пылающая готика почему она называется пылающей а потому что было совершено какое-то невероятное изобретение этими каменщиками и поэтому эти самые фримессон свободные каменщики эпохи средневековья стали восприниматься как некий таинственный орден который ляжет в основу масонов потому что масоны есть каменщик а так называемая символика масонов это отвес треугольник это все то чем пользовались строители чтобы создать прямую стену чтобы она не рухнула но у этих самых строителей на глазок возникает потрясающее открытие а именно они вдруг отказываются от романского стиля романский от слова рим самое лучшее яркое воплощение романского стиля это пантеон в центре Рима но одна маленькая деталь римляне знали секрет приготовления бетона а в дальнейшем он был утерян и поэтому они могли создавать такие сооружения как пантеон как колизей который поражал всех и вся и утверждал как пиар-ход абсолютную власть Рима над миром они изобрели единый бетонный купол который не рушился не падал а это был символ мирового всемогущества последние эпохи последующие эпохи утратили этот секрет бетона это были только кирпичные грубые складки не более того отсюда все эти церкви романского стиля так недолговечны вы мало найдете их пример они рушились под тяжестью многотонной тяжестью своих сооружений своих крыш и так далее и вдруг приходит эта пылающая готика где стена становится такой легкой такой хрупкой что ее вырезают на витражи и стены нет там стоит огромное окно украшенное витражом через который бьет солнечный луч и который как в лупе попадает на молящегося по этой концепции и по мере того как он находится в этой пылающей готике как под в тигле алхимическим он превращается из язычников в христианина и уходит из этого храма другим это алхимия еще одно один заговор еще одно тайное учение про которое мы знаем почти все и ничего а что же подпирает эти стены гениальное изобретение вот эти опоры которые напоминают как будто космический корабль каракатицу но именно эти тонкие изящные опоры украшенные горгулиями снимают всю тяжесть крыши и на самом деле если вам об этом расскажет какой-нибудь архитектор он расскажет что это постоянный невидимый поток тяжести как воды как водяного потопа а в результате вы видите только стены украшенные витражами в которые бьет яркий солнечный луч в котором вы в центре этого находитесь и невольно превращаетесь в христианина как например в знаменитой часовне другого французского короля Людовика Святого Сан-Шапель где в солнечный день все играет золотом вот сказали эти были масоны или тамплиеры которые изобрели банковскую систему или на каком-то этапе и та и другая странная сила изобретателей умниц не обывателей людей живущих не по принципу Гоголя как что поесть Афанась Иванович соединились сплелись а теперь вот напоследок и мы расходимся да тамплиеры первые догадались о безумной власти денег которая если вспоминать Сивил напрямую может быть связана с судьбой деньги могут делать судьбу и вы это видели уже на уровне своей частной жизни постоянно и всюду не буду намекать на некоторых политических лиц но что это без денег намеки закончились ну что это без денег деньги могут делать судьбу революцию есть такой роман Нормана Меллера призрак проститутки это не про разврат это про ЦРУ и там есть воспоминания Алана Даллеса который основал ЦРУ и вот там он говорит что когда он жил в Берлине в начале 20 века в 17 году ему позвонил Владимир Ленин он так представился и он искал финансирование своей политической деятельности Алс Даллен отказал но немецкие банкиры и в частности фельдмаршал Людендорф очень ухватились за эту идею так возникает большевизм а вот если бы вы закончили школу не вчера а позавчера вы бы читали вместе со мной поэму Маяковского Владимир Ильич Ленин где в этой официальной поэме великий поэт проговорился я удивляюсь почему его раньше на Цугундер не отправили и не убили где он говорит о том что Ленин накануне революции едет в запломбированном вагоне дипломатическом если уточнять он едет сразу своей любовницей Розой Люксембург и со своей законной женой Крупской в одном вагоне и он не останавливается нигде он запечатан а он едет по враждебной территории по территории той страны с которой они воюют Германия его пропускают потому что он ведет деньги потому что он проект под названием Октябрьская революция потому что без денег вы даже листовки не напечатаете вы никаких революционно настроенных матросов не поднимете и солдатам хлеба не пообещаете землю и не обманете их при этом сначала дадите землю а потом заберете назвав кулаками на это все деньги нужны деньги и эти деньги были получены расплата Брест Литовский мир по которому отошла вся Украина без денег вы ничего не получите Гитлер накануне своего прихода к власти был нищим он жил на содержании влюбленных в него богатых жен фабрикантов но в это время грянул на Уолл-Стрите кризис 29 год и начался финансовый коллапс а кому-то коллапс а кому-то выгода и по каким-то странным причинам человек в рядах которых находилось не более пяти тысяч сторонников превратился в одну из самых популярных партий Германии до Гитлера одной из самых популярных партий были коммунисты боялись что коммунисты придут к власти и раздолбят эту Веймарскую республику и вдруг появляются фашисты а фашисты это слово итальянское это из Муссолини пришло а Муссолини на одном из съездов ВКП и маленькая Б в скобочках благодарил товарища Сталина за создание партии нового типа книга Вильяма Ширера взлеты падения третьего рейха в свободном доступе пока ребят торопитесь а то выгода эту книгу уничтожат потому что уже госпожа Яроваев сказал что всякий кто усомнится в победах тот враг народа у нас сейчас те еще гайки закрутят потому что знания они опасны вот такие штуки и банковская система это власть и вот тамплиеры одни из первых я вот сейчас закончу эту мысль одни из первых поняли какая это власть и как она может менять судьбы не только отдельных личностей а целых государств и как и поймите что когда они осознали вы даже на здравом смысле это поймите всю силу этих денег они готовы были отнести отвести на заклание магистра Жака де Мале и его приора только с одной целью чтобы дать возможность этим деньгам или деньгам не пропасть в туне а оказаться в нужном месте в нужный час когда есть такая мощь и такая сила я вас уверяю всегда найдутся мозги которые попытаются эту мощь и эту силу объяснить понять механизм попытаться направить вот так создаются уже как это говорится реальные закулисы а не выдумки а не на уровне обывательского трепа но вот приблизительно так на все мы не ответили тема это не одной лекции конечно вопросы какие а можно сказать что природа любви к поискам тайных заговоров и природа любви к рекламе одна и та же то есть это не экологическое название говорит этот механизм действует но я вас еще раз говорю да мы больше создаем мифов и мы больше подпадаем под обаяние мифов но не надо забывать одной простой вещи есть механизмы которые не любят извините за такое выражение светиться не любят быть наружи и один из этих механизмов вот вы заметите да мифы 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 все правильно но вы заметите одну простую вещь как возросла денежная масса как возрос спекулятивный капитал что такое спекулятивный капитал вот тут и начинается всякая мистика но мистика вполне реальная не выдумка не бред уже бабушек которые сидят на заваленке и говорят о каких-то там сволочах которые всем все гадят суть спекулятивного капитала очень простая она не создает рабочих мест она не обогащает государство она не воплощается ни в одном материальном товаре вот эта стадия денег уже пройдена когда капиталист создавал ну как крупы свою фабрику сеть своих фабрик создавал промышленность сдавал рабочие места и прочее и прочее относился к своим рабочим как к своей семье как это делал например Гюстов Круп когда он понял после первой мировой войны что заводы его разорены и прочее он продал все свое фамильное серебро и отдал зарплату рабочим это патриархальный капитализм патриархальный сейчас это спекулятивный капитализм где деньги создают только деньги и в большинстве случаев ничего больше вы посмотрите на Москву подсчитайте сколько банков посмотрите сколько загводов стоит где АЗЛК где ЗИЛ где другие где шарикоподшипников не надо что ли а сколько банков вот вам власть спекулятивного капитала деньги делают только деньги и живут на проценты почему бы не открыть завод почему бы не дать рабочие места почему бы не снизить социальное напряжение а это совершенно другой закон вот этот вот спекулятивный как говорил один экономист вот этот вот спекулятивный капитал начинает жить своими законами не связанными уже с нашей реальностью с непосредственными нашими нуждами формируя совершенно иной тип политиков иной тип деловых людей и прочую шваль без которой запросто можно было бы обойтись запросто потому что они вам ничего не дадут даже не ждите от них ничего они возникли совершенно верно потому что они возникли по всему миру потому что это общий закон действительности и естественно что у этих людей которые живут в облаке каком-то среди каких-то иллюзий и симулякров будут возникать какие угодно конспирологические идеи замыслы самые фантастические потому что они так оторваны от реальности что они уже свой выдуманный мир считают реальностью а вас всех симулякров но это же безысходность безысходность в советском союзе был безналичный расчет и наличные и денежная масса в свободном обращении была ограничена я не скажу 20% там-то или сколько а 80% шли прямые вот как говорится я еще раз говорю и все было стабильно правильно и был социальный оптимизм и были заводы и были рабочие места я не являюсь апологетом я боюсь что это еще и другие законы экономические в том числе потому что мы знаем что советская экономика была тоже великим симулякром потому что чаще всего создавались товары которые никому нужны не были они создавались в изобилии телевизоры наши ломались машины наши как ломались так и ломались но это не совсем так ну как не совсем так я помню как мой друг водитель ваших совершенцев купил не купил а от предприятия ему дали автомобиль АЗЛК каблучок он его вывез из завода и вдруг останавливает его гаишник это просто вот до анекдота доходило поднимай капот гаишнику нужны деньги выпить Вася поднимает капот машина то новая только что он говорит вот это неисправно действительно неисправно вот это неисправно действительно неисправно вот это неисправно три рубля с тебя Вася гениально ответил командир ты бы встал у этого самого у конвейера и по рукам им и по рукам ты не видишь что я ее только что вывез она в масле ты не видишь гаишник так сказать растерялся потому что ну а что тут делать так сделали и это понимаете там тоже было все иллюзорно там тоже там создавалось возили от нас холодильники машины мотоциклы велосипед везли в те же самые Вьетнам туда же ну что вы смотрите не но Вьетнам это же ведь соцлагерь это общий единый мы еще можем сказать что везли по Варшавскому договору а это все знаете как анекдот я вам скажу капиталистический мир как на него не смотри все таки мир а социалистический лагерь как его ни крути все таки лагерь потому что это все равно был лагерь когда начался эпоха как их называют вот ездили с этими сумками Челноков Челноков да так отсюда сметали все лампочки посуду все и все везли туда то есть был возможность была то что здесь производилось реализовать там другая вещь я не хочу сказать что была и военка было и космическое производство были было прекрасное вооружение никто в этом не спорит но одна маленькая вещь на бытовом уровне на бытовом уровне каждый человек прошедший этот опыт какой вопрос бодинки прохудились месяц сходи выхаживай чтобы найти и купить где-то потому что выбросить дефицит колоссальный зато они кожаные потом я никогда не умею они кожаные были так и сейчас кожаные так и сейчас кожаные все цены зависят и сейчас кожаные так вот еще одна вещь хотя фабрика буревестник на котором проработала моя мать там половина продукции была из кожезаменителя но это другой вопрос ситуация это не в этом ситуация ведь в том что действительно социалистическая экономика она действительно была находилась в определенном мороке она не соответствовала например запросам населения плевали мы вот помните это знаменитый фильм дайте жалобную книгу есть ли у вас пальто есть булыжного цвета да как же его носить можно вся Москва носит вот и весь разговор булыжного цвета вся Москва носит это отсутствие того чтобы на потребителя работать мы работали на военку это был жуткий перекос военка была замечательная потреб а что нужно обывателю которым кстати сказать и управляют который больше всего и является той силой движущей которая определяет либо благополучие либо революционность общества прекрасно все рассказывает но обыватель который делал военку он через несколько лет получал квартиру обыватель не делал военку делал это была элита это была элита что вы опять таки я по собственному мнению мой отец простой там токарь который всю дорогу проработал в НИИ где они делали детали для подводных лодок он конечно выпивоха был но как токарь он не знал себе равных он делал то что на другом заводе знаете когда когда уже в советское время развалилось когда он пришел к Лужкову и стал говорить что он этот самый ребенок войны тролливали и прочее и прочее и только лишь по воле Лужкова который как и известно уже к советскому времени вообще никого отношения не имел напоследок а так всю жизнь человек прожил в коммуналке а если говорить об инженерах это элита если говорить о городе Сарове который делал все на военку это элита да еще какая если говорить о Нижнем Новгороде это элита если говорить об этом самом где живет Калинин ну город спутник Зеленоград это элита это все элитарные люди которые вообще говоря получали прекрасное образование в Мефи Фистехи на Мехмате которые шли туда и которые действительно получали дивиденды но это не уж точно не были или тот же самый город на Аби биологов который там открытие своей делали Пущино я же видел этих людей я видел что они себя представляли это были закрытые города такие вот анклавы живущие вообще в отрыве от всей страны от всех ее так сказать забот во многом их кормили действительно их содержали потому что это были мозги золотые которые сейчас все на западе или почти все но это же тоже был перегиб но это не были но это не были обыватели это не были обыватели обыватель шел на завод обыватель валял дурака а обыватель пил гулял обыватель знаете как это говорится когда Андропов вел водку подешевле и как они аббревиатурой обыватель занимался водка вот она доброта коммуниста Андропова вот чем занимался обыватель я вас уверяю если бы он получал по подребностям если бы экономика соответствовала этим простым людям да никто бы этот строй никогда бы не тронул потому что всем все было бы в досталь зачем же обреткать себя на нищету на проституцию на криминал кому это надо вот я только об этом потому что так сказать не инопланетяне разрушили Советский Союз вот в чем все беда не инопланетяне он был разрушен изнутри самими гражданами полными всяких иллюзий я помню эти иллюзии вот сейчас выберем доброго целя Ельцина он всех накормит накормил другими дурацкими идеями полными потому что у каждой нации есть свой запас идей свой запас мифов которыми он живет но это уже другая история хотя еще раз говорю я вырос в ту эпоху я получил прекрасное образование мне пожаловаться вообще не на что но я также видел что разрушалось это изнутри а не из внешних заговоров это все к сожалению не до мысли тех руководителей нахрен нам простите нужен был Афганистан который полностью раздолбал экономические остатки страны зачем каждый день войны сколько он стоил зачем этим старцам надо было туда лезть сколько жизни погубили сколько каждый день стоил вот я когда в армии находился одна управляемая установка ПТУРС которая уничтожала танк с одного выстрела стоила пять тысяч рублей как нам говорил полковник Райкоза ребята это машина Жигули полетела а сколько этих ПТУРС они за один день напускали вот и все и где там разумность ну да ладно это я но я думаю что мы понимаем друг друга и прекрасно понимаем что никто не хотел разрушать великую страну вот что да я думаю это от большого недоумия самих политбюро они сами нет конечно же им помогали но они сами сделали первый шаг никто им не говорил лезьте в Афганистан вы там счастье обретете никто им не говорил делайте никому не нужные телевизоры рубин которые будут взрываться у вас как раз на новый год ну никто им не говорил и что от этого население вам скажет спасибо вы понимаете понятие элиты существует я не наивен и я понимаю что есть семьи есть имена есть люди которые в силу разных причин во многом и на мой взгляд даже исключительно финансовом превосходства которые в общем-то как люди амбициозные соответствующим образом образованные конечно же имеют некие замыслы это понятно каждый кто является управленцем пытается выстроить свою стратегию управления по определенным законам и это существует мир управляем понятно что ну вот любимый прием что понятно что Обама не потому Обама а потому что мода пошла на афроамериканцев понятно что будет мода на арийцев появится очередной Буш понятно что все те кто называют себя президентами США ничего из себя не представляет кроме как медийные лица как Малахов на экране они говорят speak the words произносят слова что-то делают но никто им не позволит проявить свою самостоятельность это игра в самостоятельность если бы не была мода на афроамериканцев а для Америки сейчас это одна из сложнейших проблем да то никогда бы черного президента не появилось в Белом доме это мода это как в шоу-бизнесе понадобится азиат будет азиат найдется азиат американского происхождения и будет азиат если в этом будет серьезная необходимость опять ариец техасец глупый понадобится привезут из Техаса и будет всех радовать своими бушизмами все окей в этом смысле тут все четко я еще раз говорю это уже не из разговора о дедушках и прочее о бабушках и прочих людях Америка масонская страна и это не пропаганда или контр пропаганда но может быть надо было поподробнее о масонах масоны это не жупел какой-то не какой-то дурилка картонная чтобы детей пугать это исторически сложившаяся организация с мощнейшими финансовыми ресурсами властная структура которая действительно стоит во главе Америки почему я так говорю год назад побывав в Америке иду по городу Бостон это Гарвард это элита управления Америки понятно там почти все президенты прошли обучение и стоит ратуша Бостона там где стоит здание где принимают на уровне штата законы это же все-таки федерация объединение свободных стран а рядом стоит масонская ложа которая по своему виду по своему массивности превосходит все эти здания вместе взятые и это не просто клуб по интересам ночной клуб это то что находится напротив здания федерального значения и такое расположение не случайно более того все первые президенты про которых мы все уже знаем все были масонами более того Белый дом имеет свою копию своего клона во Франции в середине Франции потому что те масоны которые окопались в Америке это франкмасоны французские масоны я помню как еще при НТВ Киселева это в 90-е годы значит этот самый ну не важно делали репортаж ездили по Франции и нашли этот дом который хозяин этого дома он весь зарос березками искал спонсора потому что ему содержать его нет никакой возможности а он полная копия Белого дома полная копия это так называемый масонский храм и здесь так сказать ну только слепому непонятно что это такое масонская ложа находится в Вашингтоне в Нью-Йорке во всех центральных городах Америки любой человек который так или иначе доходит до определенного уровня финансов образования так или иначе становится членом масонской ложи иначе он как бы не входит в элитный клуб я даже в Сингапуре меня пустили в масонскую ложь я заходил даже туда очень странное явление это самое масонское ложе очень странное но живое абсолютно это не сказки это реально существующий механизм я еще раз говорю Конституция Соединенных Штатов это списанный устав масонской ложи идея просвещения все люди равны от рождения это идея просвещения 18 века ни черта они не равны но идея равенства она необходима но у них благие цели дело все в том что вы хороший вопрос задали опять вы меня провоцируете у православной церкви благие намерения да а ярмонах который задавил на машине двух теток он с благими намерениями их давил он не думал без намерений он не думал а сколько таких ярмонахов я спросил отца Павла сколько среди существующих ныне священников отец Павел скажите мне неверующих он гениально мне ответил как и в эпоху Христа 1 к 12 а теперь посчитайте процент благие намерения еще не означает что сама система все время будет творить вам благо я не думаю что тех кого раздавил и ярмонах посвященный в сан были рады этой смерти и умирая целовали шины его внедорожники мол какое счастье какое благо ты избавил нас от мух земных благие намерения еще не означает что сам земной институт будет вам все благо делать они как угодно и какие угодно могут прописать вам лозунги но это не означает что в каждом пункте и в каждом моменте они будут делать благо а кто его разберет ведь есть люди ведь вы заметьте вот даже если вы возьмете роман война и мир вот Пьер Безухов вступает в масонское ложе он ведь искренне это делает и он искренне пытается помогать людям и ничего не прикрывает просто у него ничего не получается и он даже пытается в это ложе если читали роман соблазнить князя Андрея и всех своих знакомых считая что это единственный путь к истине а первые коммунисты извините меня помните как Маяковский воспитывал воспевал и так далее это же все были люди почти святые а потом уже черт знает чего пошло и то что намечалось вначале превратилось в свою полную противоположность нет не так не так просто дело все в том что мы здесь сталкиваемся с одним очень вот вы такой вопрос задали мы сталкиваемся с одним очень важным явлением человек меняется вот как единица как элементарная частица человек меняется каждую минуту каждую секунду каждый год он меняется понимаете вы не поверите но это так Сталин стихи писал поговорил что он был неплохим поэтом а потом он стал неплохим убийцей он изменился он менялся есть такая книга Коуэна о русском большевизме он говорил что вся элита русского большевизма которая делала революцию поначалу в большинстве своем были верующие люди из благополучных семей закончившие гимназию и для каждого из них пишет Коуэн была одна очень важная проблема когда они вступали в конфликт с верой и начало их изменения начиналось с того когда они задавали вопрос есть Бог или нет понимаете человек меняется а уж тем более меняется государство а уж тем более меняется общество мы живем в постоянно меняющемся мире и поэтому когда нам утверждают какую-то программу всерьез и надолго и на многие времена это утопия гениально описанная у Айзека Азимова в его трилогии Foundation основание когда хотели всю вселенную привести в рай социальный разработав идеальную систему так и здесь может быть у масонов были изначально какие-то благие намерения но они меняются меняются члены этого общества меняется само общество все там меняется и что в сухом остатке остается никто не знает бытие определяет сознание ну пожалуй что так знаете как сказал Станислав Гроф он сказал что если верить в то что мозг человека возник в результате эволюции материи постепенной при учете что мы сами не знаем как функционирует наш мозг и что он из себя представляет до сих пор ученые не понимают всех тайн мозга мы его не используем даже на одну сотую всех возможностей которые в нем заложены так вот Станислав Гроф за пределами мозга это его книга потрясающая книга он пишет если встать на позицию как бития определяет сознание что мозг является результатом эволюции материи то это все равно что поверить что неожиданно налетевший ураган на городскую свалку за несколько часов соберет вам Боинг 747 там неэволюционные процессы потому что мозг это чудо великое и вы понимаете какая вещь я столько людей видел в своей жизни которые живут не этим временем и не этой историей и даже не этой страны это вот вам и бытие которые якобы они совершенно в другом сознании и они абсолютно нормальны человек может создать себе такой иллюзорный мир это ему может быть воспасение вот опять таки книга другого психолога Эрика Берна люди которые играют в игры он говорил что во время своего транзакционного анализа он замечал что у него сидит парень чай ребят прекращаю который все время болтает ногой слушает наушники и не слушает его и я поинтересовался это меня задело как профессионала что ему не нравится в моих лекциях а потом я выяснил что все что я говорю он применяет на практике а Эрик Берн это идея так называемой психологии человеческой судьбы надо изменить свою судьбу ты каждый раз меняешь свою судьбу ты продлеваешь свою жизнь и он на практике воплощал все то что говорил прям сразу тут же на практике потому что у него не было времени все что говорил Эрик Берн и он когда заглянул в его в историю болезни он выяснил что ему жить три месяца у него рак последней степени и он продлевал эти три месяца превращая их в события каждый день каждый час и поэтому он одновременно и слушал и слушал музыку и жил своим миром и наполнял эти три месяца до отказа вот что это такое это его субъективная картина мира конечно я считаю что этот человек великий человек вместо того чтобы бояться пугаться страшиться он переживал эти три месяца как всю жизнь это он потом ставит в пример своим слушателям ну все